на канал за гид поступил такой вопрос духовное средство борьбе со стрессом скажем так как надо поступать когда мы находимся в скорбях как переносить скорби правильно ну начнем с того что скорби неизбежны и сам господь испытал скорби и любой христианин испытывает скорби скорби бывают достаточно глубокие надо понимать что надо нести свой крест и несение креста само по себе это уже скорбь потому что крест который господом дается это как раз то что больше всего не хочется делать то что вызывает наиболее внутреннее сопротивление но по совести мы понимаем что нужно это делать нужно это взять и понести нет ничего лучшего чем когда мы находимся в неком стрессе как как было спрошено или лучше сказать скорби нет ничего лучше чем с этим прийти к богу есть два варианта один вариант это прийти прибежать богу а другой вариант это убежать от бога ну как можно убежать от бога когда мы находимся в переживаниях ну можно тот убегает от бога скажем злоупотребляя алкоголем кто-то убегает от бога и начинает гневаться осуждать кто-то убегает от бога и начинает роптать возмущаться даже обижается на бога и такое бывает тоже в случае любая страсть которая как будто переключает человека его внимание главного и замыкает на себе когда он скорбит безусловно это побег от бога и наоборот когда мы приходим богу и приходим к нему не сейчас свой крест то нам всегда бывает легче ну во первых сначала нам будет легче по вере потому что мы понимаем что скорбь неизбежно что она попущена богом и лучше быть все таки на послушание у него чем быть противником его и уйти от него да мы скорбим но пусть скоро будет полезно для нас пусть она будет богу годно чем на будет разрушительно и чем на будет опасно для нашей духовной жизни поэтому всегда лучше во всех планах прийти к богу и господь сказал а придите ко мне все трудающиеся обремененные я успокою вас когда мы приходим мы начинаем испытывать некий покой этот покой бывает независим даже от скорби которому несём он напоминает покой в глубине моря когда на поверхности моря могут быть бури а внутри на глубине покой и мир почему потому что господь нам дает этот покой как некий дар как дар благодати духа святаго душа наша успокаивается внутри мы возрастаем в мужестве того чтобы принять промысл божий мы возрастаем в доверии богу и доверяя ему мы перестаем так беспокоиться да нам больно да нам трудно но все-таки мы знаем что вы не одни мы с ним мы верим в его промысел а когда мы знаем что мы с ним и что промысел его благ и приводит нас спасению то вы начинаем благодарить его и вот уже благодарность богу приводит некоторому утешению от покоя приходит некая внутренняя радость от радости приходит некого миления почувство покаяния и вот уже скорбь бывает для нас уже не той скорби который казалось вначале знаете святитель лука воина ясенецкий сказал такие слова я полюбил страдания вот именно так можно полюбить страдания когда ты страдаешь с богом сострадаешь богу насколько ты это можешь делать и тогда ты чувствуешь любовь бога тогда ты чувствуешь умиление и утешение от него и тогда всякая скорбь всякая скорбь несмотря на всю трудность это скорби она как-то приближает нас нему она приближает нас к к тому кто знал что такое скорбь на кресте тому кто поскорбел и поставил за каждого из нас и таким образом мы преодолеваем тяжелое страдание которое нас так тяготило и становится еще ближе к богу и учимся радоваться настоящей духовной радостью внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео